сегодня у нас с вами тема наследования в принципе что такое наследование вы из питона знаете вот она в диаграммах и мы рисуется вот потом как предку классы называются родительский и дочерний почему не сыновь не знаю дочерний класс или над класс под класс да или супер класс и сам класс на соответственно понятно когда или базовый производный мне нравится больше базовый производный с точки зрения их именования значит в си плюс плюс это будет выглядеть так класс бы из у меня есть какое-то его описание неважно какое вот и есть класс на самом деле важно будет сейчас я пропишу там внутренности они имеют я оставлю чуть-чуть под них место и класс дерева этих итак двоеточие base ну и собственно содержание значит точно так же как в питоне содержимое производного класса дополняет содержимое базового но есть некоторые особенности вот первое первое у меня как вы помните в классе в классе обычном классе с плюс плюс есть такая штука как квалификатор и доступ соответственно у меня там есть часть которая является правило правило и ну давайте сейчас я не буду методы писать какие-то давайте прямо атрибутами все буду правило in x так вот но я должен буду сейчас добавить еще один вид еще один вид этого квалификатора доступа который называется протектор 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 двоеточие int y и паблик паблик двоеточие int z вот у меня три сейчас атрибута у класса base соответственно я их могу написать int x x y z но надо понимать что они у меня не через не совсем через запятую у них разные проводов чем отличается паблик от private вы помните да то есть у нас есть три глобальных прошу прощения две зоны да пока что известные вам это зона в том что доступно что доступно только из методов класса и того что доступно извне с этой точки зрения защищенные переменные являются приватными то есть защищенные переменные от приватных вроде бы не отделяются то есть извне доступная часть это z понятно да она публичная а этих ребят трогать нельзя они и тот и тот защищены однако у производного класса есть свои зоны да свои зоны публичного и приватного и эти переменные хотя в диаграмме и мы их тут не надо писать они тупо наследуются и все отсылкой досыл отсылки достаточно но вот здесь вот да я их все таки напишу да x y и z и у меня вопрос а кто из них собственно в публичном доступе а кто нет и интересное явление что они все ну да если я тут добавлю давайте что-нибудь публичное сюда добавим на там private int x 2 protected двоеточие int y 2 и protected int z 2 паблик а паблик мой паблик 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 последний паблик соответственно у меня вопрос ну с этими новенькими все понятно новенькие они они понятно куда отправят давайте я слово int беру вот понятно x2 y2 z2 с ними все в принципе понятно а именно z2 является публичным а x2 y2 публичными не являются да понятно что у нас должно быть какой-то принцип сокрытия и у нас не должна и у нас не должна возникать такая ситуация что у нас собственно x и y попадут в публичные переменные а дальше не получится вот смысл в том что у нас эти переменные x и y должны остаться насколько возможно более закрытыми потому что иначе якобы в классе наследники смогут доступаться к тому что было нельзя по базе логика развития как раз обратно то есть идет по по принципу сокрытия оказывается существуют разные способы от наследоваться и тот способ который сейчас использован вот этот вот по умолчанию то есть без указания способа это значит что какой-то квалификатор на самом деле есть по умолчанию здесь на самом деле вписывается слово правил то есть я ему вот давайте вот так вот сюда вот встал правил это приватное наследование что оно означает оно означает что а то что было публичным становится приватным то есть то что было публичным у этого класса становится приватным оно отправляется у нас в а ну я вот здесь то есть z у нас на самом деле является приватным наравне с x2 но вопрос а что вообще из методов производного класса вот я наберу какой-то метод изнутри этого метода доступны ли ему переменные x, y и z ну они вроде бы вообще-то его прям переменные то есть они входят в экземпляр а даже я могу вот что вам рассказывать что в оперативной памяти базовый класс будет занимать три размера инта да три размера инта x, y и z когда же я создам экземпляр производного класса конкретный объект да у меня на самом деле он в памяти только увеличится в нем добавится x2 y2 z2 он станет просто банально больше еще на три инта то есть все те свойства у него должны сохраняться вот кстати это комментаторы там на ютубе просили слишком сильно не крутить камни часто не переключаться доска важнее вот значит еще раз что по поводу то есть короче говоря производный класс памяти занимает не меньше а больше места ну или столько же если новых атрибутов не появлялось ясно так вот у меня получается что реально есть некие зоны доступа за которыми компилятор будет следить так вот понятно что мои x2 y2 z2 мои изнутри методов перевеетив они точно доступны даже приватные да то что было публичным стало приватным а что я могу вообще к x я могу доступаться или нет к x я могу доступаться или нет смотрите здесь можно такую аналогию сделать правильно это частная или личная собственность личная собственность класса его это семейная семейная собственность а паблик это публичное так вот личная собственность класса его x он попадает в удивительное место а именно этот x да вот здесь становится недоступным то есть он попадает вообще внедоступным это вне зоны доступа в методах класса он говорит извините у вас нет такой переменки вот нет такого атрибута он будет говорить он правил от вашего предка ваш предок что называется в гробу с ним похоронили личные вещи да к ним нельзя понятно то есть дочерний класс не имеет права лазить в приватные атрибуты базового класса но если он унаследовал какой-то метод защищенный или публичный метод то ранее помните да у нас можно было сделать геттеры да которые позволяют посторонним вызвать и метод публичный и дотянуться до атрибута да то производный класс он наследует не только атрибуты он наследует и методы и он может дотянуться до этого икса через метод да на самом деле у него свойство икс присутствует просто запрещено к нему лазить потому что он private базового класса то есть если вы хотите запретить по максимуму да то есть вот что никакой предок не сможет прочитать этот атрибут никаким образом нельзя менять этот атрибут никаким производным классом кроме как через мои методы понят то есть производный класс помните студент празднует день рождения и он обязательно празднует день рождения да и вот он вот им делает это именно так если вы хотите чтобы нельзя было в производном методе староста являющийся студентом до частных случаев студента дочерний класс студент чтобы староста не мог не праздновать день рождения Так что он должен это обязательно повышать свой возраст тем же самым методом. В этом случае у нас H должен быть реально приватным. Понятно? А если я хочу, чтобы производный класс дать ему свободу, и он может доступаться, в этом случае как раз работают вот эти вот протекторы, протекторы атрибута и методов. То, что защищенное, оно передается по наследству. Соответственно, Y будет доступен отсюда. То есть вот в этих методах производного класса доступны Y и Z. То есть это публичная часть. А Y у меня, поскольку он у меня протектор, он доступен. Но, поскольку наследование было приватным, значит вот это вот приватное, давайте какие-то, не знаю, запишем хоть что-то, то я все объясняю, объясняю. Вы ничего не пишете. Давайте так, некоторые утверждения запишем. Первое утверждение. Приватные члены базового класса, запятая, реально присутствуя в объекте производного класса, то есть у них есть реально адрес смещения, да, вот как в структурке, да, адрес смещения в памяти, реально присутствуя в объекте производного класса, недоступны из методов класса и, естественно, из гнева. Недоступны. То есть они более чем приватные. Вообще, он говорит, что это как бы нет. Ясно? Это первое утверждение. Второе утверждение. Защищенные члены класса. Защищенные члены базового класса. Вы успели первое написать? Второе утверждение. Ну, давайте я что-то напишу там. Защищенные члены базового класса. Ну, давайте, Бейзи. Защищенные члены Бейзи, да, доступны в производном, ну, в смысле, в методах производного, да, в действующих операциях производного класса. В методах операций они доступны. Да? Доступны в производном. Ну, конечно, недоступны из-за этого. Но защищены от внешнего доступа. Не публичные, не приватные, а защищенные. Семейная ценность. Однако, однако, этот дерево этих негодяй, знаете, что это делает? А, да, еще одно утверждение. Утверждение номер 3 запишите. При любом, при любом типе наследования, при любом типе наследования, уровень доступа не повышается. Понятно? То есть, никак нельзя сделать приватное защищенным, защищенная протектор, более того, приватное, как я сказал, да, приватные члены класса, да, давайте я напишу так. Я, правда, не повторю, точность, да? Тем не менее, приватные члены base недоступны в дереве. А если написать просто... Ну, при этом, еще раз подчеркиваю, они на самом деле в его фактическом объекте, так как переменные, присутствуют... Написать public и x? Как? Переопределить? Нет, нельзя. Нельзя. Он уже есть. Просто до него нельзя дотянуться. Он есть, но он запрещен. Понятно, да? И он может быть доступен через методы базового класса. То есть, как базовый класс сделал, сеттеры, геттеры, изменятели каких-нибудь этих атрибутов. Через них, пожалуйста, свои свойства, вот эти вот приватные предка можешь менять. Вот. В себе хранящиеся. Но у меня вот еще раз, вот этот конкретный производный класс негодяй, он отнаследовался приватно. приватно. Что это значит? Что, ну понятно, что то, что приватное, оно недоступно в нем. Оно есть в нем, но оно ему недоступно. А то, что ему доступно, он сделал приватным. Что это значит? Ну, во-первых, к атрибуту z, который был публичным методом предка, теперь никто не сможет дотянуться. Теперь он перестал быть публичным. Понятно? То есть, теперь у производного нельзя дергать z извне, из функции main или из какой-то посторонней функции. А y потерял свою защищенность, протектор. Не в смысле он потерял защищенность, он не защищенный, а частый. Что это значит? Это отразится на внуках. Это отразится на дальнейшем наследовании. Дело в том, что точно так же, как у меня x и y отличаются друг от друга, они вроде бы оба защищены из вне, и оба доступны из методов класса. Но если у меня будет совсем производный класс, да, эти в 2, давайте, дерив 2. В этом случае у меня ни x, ни y, ни z не смогут быть там доступны. То есть они все у него попадают, ну давайте я их вот так отпишу, в левую часть, да, то есть та, которая у меня недоступна. Присутствую я в классе, она недоступна. x2 понятно, он и был приватным, да, то есть по прямой логичке. А или 2 там же. То есть это недоступные из его методов, но присутствующие в нем свойства. Понятно? То есть получается, что он унаследовал атрибуты и методы, он их себе хапнул в приватную часть, сам пользуется, а детям не даст. В могилу со мной пойдет. Да? Какой смысл в приватном наследовании, если он делает конструкторы приватными и возникнет проблем ? А здесь отдельно давайте поговорим. Но смысл в том, что приватное наследование, оно такое, оно как бы спрятало базовый класс полностью в самом себе. Никому не дают. Я бы назвал это что-то такое, представьте себе, бактерию, которая проглотила другую бактерию. понимаете? То есть она является теперь ее составляющей частью, как метахондрия условно, да? При этом то, что было у нее публичное и приватное, не приватное, а протектор, то есть то, что, как сказать, более-менее, а то, что у нее там совсем приватное, оно, конечно, недоступно, но то, что доступно публично и протектор, оно теперь внутри и никому не дается. Ясно? Проглотила. Есть такая вещь, как агрегация, да, класс, который в себя именно поглотил, да, другой класс. Это, я могу дорисовать эту логику, это выглядит следующим образом. Когда у меня был бы класс, давайте слева это сделаем, класс base, да, а я беру у себя класс, сейчас, как он называется, все-таки агрегат, агрегатом, трибуки, слово, нет, есть композиция, есть агрегация, агрегат, класс, агрегат, и он у меня не наследник, а он у меня взял и в приватной своей части взял и в качестве атрибута создал себе экземпляр базового класса. Понятно? То есть, вот так он его съел внутри, у него для того, чтобы создать экземпляр агрегат, да, должен быть внутри создан экземпляр базового класса. При этом у меня, поскольку B приватный, то оно все естественно у себя вот в приватной части держится. Понятно? То есть, приватное наследование напоминает приватную агрегацию в приватную часть. Да, единственное, что теперь мне в методах придется обращаться B.X, но X нельзя обращаться, да, B.Y и B.Z, да, в методах придется обращаться, да, так он, F, B.Y, и B.Z, как-то так, обращаться к этим. B.Y равно B.Z. Вот. А если я его приватно отнаследую, private base, то я не пишу B.Y, B.Z, просто X и Y, и все. Y и Z, и все, X недоступен. Я вижу много опущенных глаз и даже закрытые глаза вижу. А зачем такое наследование? Зачем оно нужно? Да, которое внухом ничего не позволяет делать. Если это последний класс, то есть это последняя точка в развитии, то это вполне возможно имеет смысл. То есть это фиксация того, что я это все умею делать, а больше изменять это не надо поведение. Вот я еще раз говорю, представьте себе, что мне нужно, чтобы обязательно у студентов было празднование дня рождения, и я не хочу, чтобы производные классы могли не праздновать день рождения, перескакивать через годы и так далее. Потому что иначе будет возможно. Я могу написать пример студенту? Давайте. класс студент, я коротко, класс студент, значит, у нас там int age, и у меня класс этот самый, elder. Хотя нет, я не столько приватный, но дело в том, что это в принципе поясняю, почему приватным делать атрибуты, а не protect. понятно, потому что это приватное наследование, оно хорошо, ровно настолько же, насколько в принципе хорошо или плохо делать приватными переменными. То есть, просто предпрезочные куда мне их отправить, в приватные или в протестные. соответственно, int class elder, двоеточие студент, сейчас, поскольку про внуков речь не идет, мне не важно какое наследование, пусть будет приватным по умолчанию, вот, и, что я делаю здесь, я беру и, ну, не знаю, void, соответственно, change, и я беру в этой функции и age увеличиваю плюс равно два, например, да, так вот, если у меня age является приватной переменной, реально, именно правил, да, но у класса все по умолчанию правил, в этом случае у меня компилятор будет тыкать в это место и говорить, вы не имеете права, это приватный член вашего предка, не имеете права, а вот если он будет protected, в этом случае, пожалуйста, я даю свободу потомкам этого класса делать это не только через aging, ну, я не пишу этот метод, вы помните, метод aging, который сяут пишет, я теперь столько-то и плюс один делаю, да, ясно, то есть весь вопрос, вот чем хочу ли я давать производным классам возможность реального доступа к этим переменам или только через там методы какие-то, которые я сделаю protected или public, вот, давайте еще немножко дальше по поводу второго и третьего вариантов наследования, наследование бывает protected, логика здесь следующая, приватные члены, как и всегда, недоступны вообще, да, но поскольку я наследую защищенные и наследую публичные, то при protected наследовании и те, и другие становятся protected, то есть они смогут быть доступны внук, да, соответственно, внуку, они будут реально доступны, и он сможет с ними, значит, x еще раз, y, x у нас недоступный, x2 я, а x2 недоступный, да, вот, а y и z у меня оказываются вот здесь, они у меня только не приватные, да, приватные у меня здесь x3, допустим, да, а здесь у меня будет y, z и вместе с просто защищенным, да. То есть у нас тип наследования зависит только от отражаться только на внуке? Да. Ага. Почти, почти. Дело в том, что protected и private наследование, оно действительно просто принимает решение, куда, в защищенные или в приватные мне съесть все, что публичное и семейно доступное у надгласса. Но есть и публичное наследование. При этом аргумент, точнее, утверждение номер 3 остается. При любом типе наследования уровень доступа не повышается. То есть стрелки на повышение быть не могут. Вот такой ситуации быть не может, что было protected, а стало пабликом. Такого быть не может. Поэтому при публичном наследовании при публичном наследовании у нас то, что было публичным остается публичным, то, что было protected остается protected, а то, что было private недоступно. Оно не приватное, оно именно недоступное. Оно ушло в рог вместе с этим предком. И к нему только через его методы. То есть оно всегда приватное, всегда не участвует в наследовании, оно всегда скрывается. Понятно? То есть вопрос только в том, что я буду делать с защищенными и общедоступными средствами. Логично, что публичное наследование для большинства ситуаций, когда мы хотим разрешительным типом действований, пермиссив такая политика, оно предпочтительно. То есть когда мы развиваем иерархию, создаем, то мы обычно делаем насколько возможно наследование публичное. В то же время управление вот этими правами доступа является очень важной составляющей языка C++ и очень хорошей возможностью. потому что благодаря этому у нас методы и атрибуты они не могут произвольно кто-то взял что-то поменял компилетор все время просматривает и четко контролирует зону доступа. Две минуты осталось. Я думаю, что пора сделать перерыв. Давайте минут пять. С последними обновлениями он не заметит того, что там появилось G. То есть нельзя будет обратиться FB стрелочка G. Он скажет, извините, до свидания. А PP стрелочка F будет показывать настариона старый, который, хотя уже есть замещающий его, переопределенный, новенький, апдейт метода. А вот это вот, вот это вот, PD равно указатель на базовый, вот эта штуковина плохая. Дело в том, что у меня базовый класс, он маленький по размерам, у него есть атрибуты, которых там просто нет. Вот это и есть весь базовый, понимаете, весь базовый. Все. А вы, если вдруг вы заставите компилятор это сделать, нет, есть способ силой заставить его, силой ему сказать, а ну-ка, давай, ну тебе туда, я хочу, чтобы это, да, это адрес базового класса, но я хочу, чтобы ты его интерпретировал как указатель на производный, заставить можно, я не буду сейчас показывать, как, есть всякие заклинания, косты, да, статик кост, все, это базовый, вот, точнее, это производный, да, это производный, и это призваивание тогда совершится без страшных предупреждений, без криков компилятора, а так он будет кричать и отказываться, он будет говорить, нет, так нельзя, так вот, если я все-таки, не дай бог, это сделаю, то ПД будет у меня указывать на него и интерпретировать, как будто бы это производный, тем самым, при доступе к атрибутам, при вызове методов, я попаду в несуществующие куски памяти и буду их пытаться, интерпретировать что-то вообще не принадлежащее пространству области памяти этого объекта, понятно, вылезу вообще в чужую память, понятно, почему так нельзя, поэтому с производными экземплярами можно работать по указателю на базу, теперь, та же самая фишка со ссылками, я имею полное право сделать синоним, ну, в смысле, я вам говорил, да, что ссылка это по сути синоним, да, вот давайте я назову каким-нибудь другим вообще именем, base ampersand x, и ссылки нужно сразу инициализировать, и они один раз инициализировавшись, не могут изменить привязку к тому, с чем они связаны, так вот, я могу сделать x синонимом d, при этом их типы могут различаться, то есть ссылка синоним может обращаться к экземпляру, но как к базовому, понятно, то есть он пользуется только частью его функциональности, старым методом f не знает о методе g, и если у него там атрибуты появились, он не знает о них, у него только старые атрибуты, понятно, правда, есть такая забавная тонкость, если у меня какие-то атрибуты у производного класса стали приватными, а были публичными, то пользуясь производным по ссылке на базовый, я смогу до этих публичных дотянуться, ну при большом желании, такая вот штука есть, с протект это дело, понятное дело, так просто не пройдет, ладно, а с этим какого? Ну вот на следующих появится класс, который становится недоступным, приватный? Да. Ничего это с ними нельзя. То есть те, которые недоступны. Нет, вот то, что было публичным, ну я же, вот эта вот фраза, это же вообще я извне класса действует, то есть если у меня у базового класса были публичные атрибуты, но производный их спрятал внутрь, в себя, то вот таким вот образом я смогу их снова наступаться, то есть я с ним сейчас работаю, предваряясь, что D это на самом деле базовый, пользуясь им как иксом. То есть x.f это у меня по-прежнему он будет писать, что это базовый, хотя на самом деле это конечно же производный. И только тогда, когда я пользуюсь производным классом либо напрямую, либо по указателю на производный, либо по ссылке на производный, то есть когда капиллятор знает, что это производный класс, когда D.f например, вот в этом случае я увижу замещенный класс. я здесь как раз показал, что это так вот дерево я так как будто это исключение, на самом деле наоборот правило как раз вот это. Вы будете в основном видеть, что вы благополучно заместили метод и у вас как раз новенький метод вызывается. Капиллятор обычно в курсе того, кто это. У вас же нет целенаправленно желания скрывать тип. Спрячем. это животное. Угадай какое. Я тебе внутрь функцию передал животное. А какое животное? Догадайся. И сиди догадывайся. Про это мы с вами поговорим в следующий раз. Про то, как догадываться, если очень надо спрятать тип. Так. Перегрузку методов я вам рассказал. А вот теперь давайте с вами двинемся к перегрузке конструктора. Перегрузка конструктора. Перегрузка или еще раз переопределение. Да? Хотя называется я называю так, чтобы вы понимали, что перегрузка по горизонтали, то есть у меня есть несколько функций, я разбираюсь в их параметрах, в их типах, та, у которой есть там пять этих приоритетов. Это не то же самое, что переопределение методов при наследовании. Понятно? Хотя в литературе это тоже часто называется перегрузкой методов. Это неправда. перегрузка метода это когда у вас есть void f, а есть еще и void f от int x. Понимаете? Ну, неважно, там какое-то содержание этого метода. У вас есть метод f и метод f, оба называются f, но у них разное число параметров или разные типы, и при вызове метода f он должен будет разбираться, какой из них позвонит. Вот это перегрузка. А это именно переопределение. Так, теперь то, что называется словом перегрузка конструктора. Я пишу классическое название, но тут же скажу. Перегрузки конструктора не существует. Ее нет. Си плюс плюс. Нет, нет, нет. Это подчеркивается тем, что у нас конструктор я сделаю публичным. Паблик двоеточие подчеркивается названием конструктора. Название классов может совпадать у базовых проявлений? Нет. Они должны быть разными. Не может у двух типов быть одинаковое название. А название конструктора совпадает с именем класса. значит конструктор базового у меня вот давайте я напишу Сяу. А как Лунтик? Я родился. Мы из Кремлитов. А конструктор производного как называется? Деревы этих. То есть у нас они разные названия. значит они не замещают друг друга что логично. Класс derivative двоеточие public base. Это значит что? Ну я делаю здесь public двоеточие derivative конструктор который пишет что он сяут derivative крик. И вот я создал просто два конструктора которые сяутят и все. Публичное все примитивно правда? В чистом виде правильное и примитивное минимум. А теперь я создаю экземпляр этого производного класса derivative d. Ну как вы понимаете при создании экземпляра класса бишь объекта у меня будет вызван его конструктор. Правильно? А будет ли здесь есть экземпляр базового класса? Нету. но тем не менее я увижу на экране я увижу на экране base created и derivative в чем фишка? Я увижу и то и то причем в последовательности base а потом derivative оказывается если в питоне вызов конструктора базового класса при помощи метода супер является рекомендуемым то в C++ он вас даже не спрашивает он молча при вызове конструктора автоматически вызывает конструктор базового типа базового я справа напишу он автоматически вызывает конструктор базового подождите подождите а если конструктор ой я вам зря сказал что перегруз я вам вранье написал ребята перегрузка конструкторов есть я перепутался с терминами переопределение поправьте пожалуйста потому что перегрузка конструкторов есть переопределение только егод не е конструкторов его нет C++ так вот а ведь перегрузка конструкторов на самом-то деле есть я вам уже говорил сразу что помните я говорил что кроме конструктора по умолчанию а это конструктор по умолчанию то бишь без параметров да и это конструктор по умолчанию без параметров но кроме него есть еще планирующий конструктор что с ним будут какие-то проблемы помните в общем можно сделать несколько конструкторов да это у меня конструктор по умолчанию а я могу сделать конструктор base in x да и у меня А здесь будет, не знаю, там, сяу, х, ну давайте, бейс и х. Ну что, кроме бейс пишут еще и число х. Понятно. Когда я бы создавал базовый экземпляр, экземпляр базового типа, я имел бы право сказать, что? Я имел бы право, бейс б1, точка с запятой, и бейс б2 в скобках 10. Ну, в общем, выдать начальное значение, которое будет передано конструктору. И, собственно, то, есть у меня вообще вызов конструктора в явном виде или нет, определяет, какой именно конструктор. А здесь происходит, если у меня есть параметр, происходит перегрузка, то есть поиск более подходящего среди множества конструкторов базового типа, он выберет тот, у которого тип наиболее подходящий. Или типы. Понятно? То есть перегрузка конструкторов в чистом виде, конечно, есть. Так вот, возникает вопрос, если у нас производный класс, конструктор произвольного класса автоматически дергает конструктор базового, то какой именно? Их же там теперь два у меня уже. На самом деле три. Есть еще клонирующий конструктор, который всегда компилятор туда пихает, чтобы объекту можно было передавать в качестве параметра функции. Он вызывает по умолчанию конструктор без параметров. То есть вот это. Ну, то есть все надписи останутся как есть, все правильно. То есть добавление дополнительного конструктора не вызовет у него сомнений и проблем, он вызовет первый. А теперь смотрите, вот какая фишка. Я имею право убрать, не создавать конструктор по умолчанию. Я могу взять и сказать, извини, капиллятор, у меня просто конструктора по умолчанию нет. В этом случае, ну, капиллятор, когда он видит какой-либо конструктор, который вы напишите руками, он перестает создавать конструктор по умолчанию. Я говорю, а, наверное, значит, раз вы требуете в конструкторе параметр, наверное, ваш экземпляр нельзя создавать без параметра. Ну, у вас, например, есть какая-нибудь переменная int z, и вы в конструкторе этот x используете для инициализации z. Ну, ведь конструктор, он, помните, он init назывался, да? Это инициализация. Нельзя создать неинициализированную. Как у студента без возраста нельзя, чтобы он был, да? Там было обязательно, прям в конструкторе моего возраст пихали, да? А если так, то у меня возникает проблема. У базового класса есть конструктор, но он с параметрами. Он публичный. Его было бы можно позвать, но я не могу его вызвать. Автоматически он не может быть вызван. Значит, невозможно создать экземпляр производного класса. Мне нужно каким-то образом, прям явно, то есть неявно, это, конечно, хорошо, но в данном случае мне нужно явным образом сказать, компилятор, дорогой, не переживай, вызывай конструктор базового, а в качестве числа используй, ну и что-то конкретное число сказать. Для этого используется вот такая штука. Двоеточие, бейс и, ну а уж число откуда хотите, я уж не знаю, ну а я тебе не знаю, то же самое, десяточку сюда воткну. Вот эта штука, вот это, это явный вызов конструктора предка, то самое, что в питоне делалось вызовом метода супер. А потребует, чтобы это было, ну вот это, если вот, допустим, если было, оно при вызове конструктора. Если у меня деривейтинг, это конструктор, у него не по умолчанию, то есть я же имею право здесь тоже назвать его int x, да, и передавать этот x туда. То есть оно будет значить. Конструктору предка, да, то есть можно вот так вот, то есть получаю x и передаю его туда. При этом этот список инициализации выполняется до того, как начнется, собственно, вот это вот. Как только я написал явным образом вызов бейс, вот таким вот образом, да, через двоеточие, бейс x. Таким образом, мне становится понятно, откуда при создании экземпляра производного произошла вот эта писанина. Да? Вопрос? А если у нас исследование больше, чем... Еще раз. Если... А оно будет по этажерке такой, по цепочке. Они все будут звать метод предка. А вот синтаксически надо будет через запятую или через двоеточие? Нет, 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 никакого метода дедушки тут звать не надо. Просто у базового класса тоже будет вызов Grand Pass. А можно ли указать последовательность? Она не может быть изменена, она всегда идет от базового, от самого базового к производству. Ну, если их несколько указать, какие именно я хочу, чтобы они были... Нет, на дедушку ты не влияешь, ты влияешь только на конструктора, какой конструктор предка. А он сам будет решать, какой конструктор деда он будет звать. То есть нельзя иметь? Нет, нет, это как бы зашито уже... Это считается его правом определять, а как он себя будет инициализировать. При том, что он является наследником деда, то он, по сути, он же не деда инициализирует, он часть самого себя, являющуюся дедом. Понятно? По атрибутам и методам. Вот он эту часть, вот эти атрибуты, он инициализирует определенным образом. То есть, ну как ты будешь влиять? Нет, вот так оно устроено. Ладно, двигаемся дальше. Время кончается, но у меня еще что-то есть сказать. Значит, инициализация... Помните, один класс съел другой класс. Если базовый класс, у которого нет конструктора по умолчанию, я съем каким-нибудь классом-агрегатом, то есть я сделаю какой-то над-класс, который съел вот этот вот класс-бейс, класс-агрегат, которого, не важно где, в приватной, ну я в приватную, все атрибуты, включая объектные атрибуты, я буду в приватную часть, запишу в прайват, дальше еще в бейс-бе. Вот у меня агрегат состоит из бе. То есть бе является его составной частью, как у стула ножка, да, там вот ножка является объектом, не просто им, да, объектом определенного типа, но у него там четыре целых ножки. А у меня бейс-бе, у меня одна, седушка какая-нибудь, да, и вот у меня есть публичный конструктор, паблик-агрегейт, но этот бе нельзя создавать, не указав ему размер, паблик-агрегейт, да. В этом случае, а поскольку их может быть много, я не могу просто так сказать бейс, скобка в параметре, тогда мне нужно сказать, какой конкретно свой атрибут. При этом я не имею права это сделать вот здесь, потому что к моменту начала конструктора все атрибуты уже должны существовать. у агрегата все его атрибуты, он у меня сейчас один, должны существовать. То есть этот экземпляр базового класса B, являясь составной частью агрегата, он должен уже существовать. Объект не считается окончательно созданным, пока не закончится его конструктор. Поэтому у меня возникает дилемма. Я бы вот здесь вот каким-то образом заполнял бы его там атрибуты, что-то бы делал с ним, да. Но, во-первых, нет механизма позвать его конструктор. Вот так нельзя, да. Я не могу взять и позвать конструктор. Конструктор создаёт, конструктор вызывается созданием. И всегда один. А? B равно B, это делается... Нет, так нельзя. Почему? Это через оператор присваивания, а конструктор должен быть уже всё равно вызван. B уже должен существовать, а он не может быть создан, потому что для его создания обязательно требуется число. А где я число это указал? Если бы был у меня конструктор по умолчанию, без параметров у базового, ну, как я стёркал, если бы он был, то всё сработало бы. А если B не имеет конструктора по умолчанию, как оно сейчас, то у меня обязательно придётся в списке инициализации указывать B и в скобках передавать ему число. Если у меня будет несколько агрегируемых экземпляров, то каждый из них требует передачи туда числа. Понятно? массивы объектов лучше не агрегировать. Тогда у вас будет целая проблема. Я даже не уверен, как оно будет обрабатываться в этом случае. Массивы объектов лучше не агрегировать. То есть, агрегировать лучше конечное, конкретное количество. Так, одну секундочку, я проверю, что у нас рассказано, не рассказано. Потрясающе. Вы знаете, всё рассказано. Я одну вещь скажу. Я уже про это говорил, но тем не менее есть слово конст, конст, которое пишется не к возвращаемому типу, не к параметрам, а справа от метода. Слово конст. Для чему оно пишется? Оно заставляет компилятор проверять, не было ли внутри метода присваиваний в атрибуты. Ну, короче говоря, если вызвать метод F, если вызвать метод F, то у меня экземпляр поменяется или нет? Это не обязательно. Он не обязательно поменяется, но если помечен метод как конст, то компилятор гарантирует, что класс от этого не поменяется. Зачем это надо? Представьте себе, что я пользуюсь каким-то классом, по ссылке деревейтив будет у меня, по ссылке на деревейтив D, по ссылке на D, но я делаю ее константной. Конст деревейтив амперсант X равно D. То есть X это тот же самый D. Тип не менялся, но я сделал его константным. Я сказал константность. Как так могло возникнуть? По разным причинам. К вам попал константный объект. По ссылке или по указателю, но он константный, менять его нельзя. Так вот, если я не напишу слово конст, если я забуду это написать, то я не буду иметь права вызвать метод F, потому что компилятор будет говорить, а вдруг метод F его поменяем? А он константный, извините, нельзя. Понятно? Поэтому надо помечать словом пост, тогда можно будет дергать константные методы, а не константные нельзя. Примерно как Тапл и Лист различаются. У Тапла нет методов, а константные все есть. Понятно? А не константные дергать нельзя. Все, на этом конец.